Падение мировых цен на сырье и сложная макроэкономическая ситуация в целом создают риски для исполнения бюджета, заявил сегодня Дмитрий Медведев на совещании по социально-экономическим вопросам. В этих условиях правительство должно быть готово к урезанию расходов. Премьер особо подчеркнул, выполнение социальных обязательств останется для всех ветвей власти приоритетной задачей. Репортаж Павла Краснова. Бюджет страны на 16-й год верстался несколько месяцев назад, когда экономические условия отличались от сегодняшних, напомнил. Глава правительства открывает совещание с членами кабинета. Среднюю стоимость нефти при подготовке документа оценили в 50 долларов за баррель. Тогда подобные оценки споров не вызывали, сейчас все изменилось. Драматическое движение нефтяных котировок, которое мы видим в последние недели, особенно в последние дни, создает весьма серьезные риски для исполнения бюджета. Не исключено, что и дальнейшие проблемы будут сохраняться. Не исключено дальнейшее падение нефтяных котировок, появление на рынке новых игроков, таких как Иран, создает дополнительные риски для нефтяных цен. Но, может быть, будут происходить и отскоки. Тем не менее, мы должны с вами быть готовы к любому развитию ситуации. По словам премьера, правительству нужен реалистичный прогноз, как будут меняться нефтяные цены. Хотя составление его сейчас задача не из легких. Без этого вслепую придется решать главную на сегодня и еще более трудную задачу – корректировать бюджет. Нужно понять, какими будут доходы и урезать расходы. Причем сделать это так, чтобы социальные обязательства государство смогло выполнить при любом сценарии. Мы будем смотреть, какие расходы нужно подсократить. Причем теперь уже, к сожалению, существенно подсократить. А не так, как мы это делали еще совсем недавно. От каких проектов мы просто вынуждены будем отказаться. Ну или отложить на более поздние сроки. Я поручил всем министерствам и ведомствам подготовить такие предложения по сокращению расходов и по сокращению численности государственного аппарата. При этом сегодняшняя экстраординарная ситуация в экономике лишний раз подчеркивает важность другой стратегической цели – снижать зависимость бюджета от нефтяных котировок. Какая-то означает развивать несырьевые отрасли. В центре внимания правительства сегодня было транспортное машиностроение, которое премьер похвалил за успехи экспорт вагонов. За прошлый год вырос в полтора раза. И автопром. Если раньше и существовали планы сократить масштабы поддержки автопрома, то сейчас этого делать нельзя. Принято решение не просто их сохранить, но и увеличивать их. Такие предложения подготовлены. Эти меры позволят существенно обновить автомобильный парк, поддержать лизинг техники, автокредитование, простимулировать покупку нового городского общественного транспорта и расширение внутреннего рынка газомоторного топлива. Это должно оказать позитивное влияние на ситуацию в отрасли, рынок стабилизировать, сохранить на территории страны производственные мощности. Ну и коллективы, конечно. Поддержка правительства должна помочь и автопроизводителям выйти на рынки зарубежных стран. К уже запланированным 20 миллиардам рублей госпомощи собирается добавить еще 5 миллиардов. Новые меры обсуждались по компенсации затратам компаниям, которые реализовывают автомобили на внешних рынках для того, чтобы обеспечивать адаптацию к требованиям зарубежных стран. Это поможет компаниям быстрее выходить на внешние рынки и таким образом увеличить производство внутри нашей страны по автомобилям. Еще одна отрасль, которой правительство намерено помочь – легкая промышленность. Предприятиям, где шьют школьную форму из российских тканей, выделят 600 миллионов рублей. А ряд крупных компаний смогут перейти в категорию среднего или малого бизнеса. Это поможет им получать государственную поддержку. Павел Краснов, Антон Чуковский, Первый канал.